Пам! Мы на пляже Дугит. Это у нас 22 сектор. Команда Брадекс, которая не любит много говорить и любит много работать. Поэтому, по-любому, вопросов у нас немного. Как вам сектор, мнение? Потому что разбивка секторов был очень важный вопрос перед соревнованиями. Сейчас у многих возникает сектор нормальный, но он хуже, чем западный берег. Ну, в принципе, нормально все. Единственное, только что минус, что у нас постоянно берут 8 палок слева каждый день. Ну, а так, в принципе, нормально. Но они немножко намешают, а так? Ну, нет, они немножко намешают, конечно. С ним разговаривали с этим товарищем? Ну да, что? Экинерт общий. Что разговаривать? Ну, тут товарищ Василий Халичев сказал, что если бы он с ним поговорил, товарищ бы тут собрался и бы ушел. Ну, кто ему мешал? Ну, почему-то он не рвется туда с ним поговорить. Не знаю почему. Нет, ну, мы как-то нормально оточимся. Все. Сюда же нас смотрят. Спасибо. Такое время просто. Что делать? На вас ветер как-то влияет? Когда смены какие-то ветра? Нет. На нас влияют только завозники сбоку, лодочники. Ничего не влияет. В целом все хорошо. В смысле уже прекращается клюв? Да. Ну, конечно, да. Ну, почему конечно? Вот скажите. На соревнованиях-то вас со всех сторон зажимаются? Ну, поймите. Когда рыба заходит с глубины, а не сбоку. То есть, как бы, на соревнованиях 8 палок в 50 метрах ведь не стоит. И стоит 4. Не в 50, а можно... Но с которыми можно соревноваться по дистанции, с которыми можно соревноваться кормом. 208. А соревноваться с 208 метров, ну, как бы, довольно тяжело. И 8 в ряд, это все-таки не 4 в ряд, да? Не, ну, посмотрим, товарищ, заединить. Передал информацию. Может, поделят какие-то. Да нет, ребята сейчас... Они сейчас вывели уедут. Сейчас солнышка будет садиться. Сейчас солнышка уедет. Завтра придет другая смена. Андрюш, это третья смена уже здесь. У нас не было только воскресенья. У нас только не было воскресенья лодочек. По недельник одни приезжают. Во вторник, другие сегодня. И так далее. Завтра, скорее всего, будет четвертый. Ранненько с рассветом приезжают ребята. Все, мы на тройку. Хорошо. И у нас заканчивается. А нету мысли поставить что-нибудь? Ну, они, ну, они станут там правее, не винят. Ну, нет смысла. Ну, на сколько? Ну, на 20 метров ты их отодвинешь. Ну, и что же надо хлеб? Нет, ну, мы как бы нормально к этому, то есть. Ну, так оно и есть. Что делать? То же самое, когда сетки заводят. Ты же на это управлять не можешь. То же самое лодка. Ну, что ты будешь? Пойдешь не ругаться. Ребята, я скажу, что вот я заметил, вот в этом году, я не знаю, что произошло, но вот во многих местах, где приходились все делики, те, которые, как бы, ну, расстояние, что можно с вами общаться, они уходили. Во многих местах, где я был, вот он выходит, ну, говорят, тут соревнования, развернулся, ушел. На этом берегу, на том берегу. Ну, может быть, появились, наконец-то, адекватные. Их его знает. Ну, как бы, чем-то не один, это в разных местах-то, явно разные люди, но при этом, как бы, вот они старались, как бы, ну, в сторону уйти, сказать, не мешают. Ну, оливай, чтобы они все стали такими. Ты же понимаешь, что все токсичники, это все-таки их доход, заработок и все остальное, да, как бы. А у нас будет сражаться, да, как бы, рыбаков можно разделить на очень много категорий, да, начиная от быдла, да, самой низкой категории, заканчивая спортсменами, да, а там еще, знаешь, сколько промежуточных звеней. И с каждым звеном бороться очень тяжело. Как бы, если понимаешь, среднее звено, оно сто процентов бы тут не село. Понятно, да, мы же видели это и в прошлом, ты, как бы, вешаешь плакаты, пишешь объявления, а ты видишь реакцию на эти объявления в интернете, в том же Фейсбуке. Ну, кстати... И поищо. Нет, ну, обычно рыбаков, как правило, не понимают. Даже, даже туристы просто отдыхающие, они видят, они, ну, спокойно спрашивают, понимают. Понимают, к сожалению, они понимают... Рыбаки другие не понимают, ну, а местные, допустим, понимают, все нормально. Нет, так как раз у нас местные с отдыхающим меньше проблем, чем с нашими русскими рыбаками. Ну, они даже стараются не шуметь, местные. То есть там, ну, посидят там, что-то там, аллеевку-то сделают, тихонько там, ну, нам похлопают за рыбку, ну, какое-то такое шоу, да, ну, и все. Такая тишина ровная. Приходите, когда достанут эти палки. Ну, они через час-полтора... У вас ночи кленочки? Поклевают. Уже поклевают ночью, утром пока не завозят и... Мы ловим рыбу вечером, ночью и рано утром. Ну, опять же, там же, на том же Амнуне, они меня утверждали о том, что у них клев только вечерний и ночной. Там, Лена плакала, что ночью там просто не спали вообще, потому что клевала чуть ли не четыре угли и часа сразу. За это плачет, то, что клюет ночь? То, что клюет? Третьи сутки, типа, как она сказала, за трое суток девять часов на троих сна. Ну, мы, в принципе, готовы танцевать семь сорок, если у нас такое будет ночью. Да, ну просто потому, что я когда пришел, а это было же далеко не ночью, недалеко не утро. Уже был один пришел, начало клевать. Вот. Говорится, радоваться надо не плакать. Не плакал. Он так, что типа сбился опять играть. Они уже как-то рассчитали, что у них клев так и так. Она сейчас обычно с того не всего. Когда я пришел. Как бы мыло, мы как бы ловим, когда... Ох, чуть не поймала то, что Волга, она чуть-чуть не ходила. Мы как бы ловим туда, когда вот слева никого нету. Когда мы еще раз вылазим. У нас есть заход с левой стороны, что ли делать? С левой глубины. Как ни странно. Да. Как ни странно, с правой почему-то. Мы бы думали, справа будет, но как ни странно, с левой. Как ни странно, с левой. Ну, если бы они перекранили, они бы ловили, но они ловят немножко хуже нас. Немножко. Вот. Ну, сейчас они немножко подловили. Вот пока мы... Когда у нас сегодня выключили полностью, да, они начали сегодня немножко подловить. Две три рыбки поймали, по-моему, что мы видели. Может больше. Нет, там ничего нету. Нет, там ничего нету. Вот мы взвесились с утра и все. Ждали ночную утреннюю рыбу. Ждали ночную утреннюю рыбу. Утреннюю рыбу. Мы поймали. И ждем пока вымотается. И теперь тупо ждем просто. Вот они, ну, скоро соберутся. Солнышко будет садиться. Они соберутся. И мы рассчитываем торчистка по 7-8 вечера уже. Что-то подловить. Если косяк будет, мы его возьмем. Это точно. Как украина. Мы бы хотели бы... Мы бы хотели бы изменить правила. Не изменить правила, а предложить изменить правила. Есть взвешивание два раза в день. Утром и вечером. То есть нельзя судьям приходить и взвешивать. Кроме. Это уже было обсуждено. Было принято решение. Мы это делать не будем. Все. Нет. Это просто нужно прописать в правилах. Они говорят, что мы этого делать не будем. В правилах это прописано. Но при этом тогда были нарушены правила. Нет. В правилах написано, что взвешивание идет в 9 утра и в 5 вечера за исключением... Правильно. Какие? А именно? Экстренных ситуаций, которые не расписаны, что такое экстренная ситуация. И кубик фиш. То есть рыба крупнее... По-моему там написано 5 килограмм. Я уже не помню. Посмотрели. 8. Не важно. 8 килограмм. Значит, собака, бригада может выпить. Но. Обычно, если нет бешеного клёва и судьи не загружены, то бывают ситуации, когда они могут поехать куда-то взвесить. Чисто потому, что все равно делать нечего. Сидят в лагере. Именно поэтому. Не потому, что там какой-то любимец. Или действительно реально по-прятому смертельный обход. Чисто потому, что другие не позвали. Они не делают отдельный обход. Еще один. Ну, потому что люди здраво на том берегу Экинар это понимают, что к ним никто не приедет. Ради килограмма. Приезжали. Ну, заодно рыбы не приезжали. Ради килограмма. Ради килограмма не приедут. Приезжали, когда была волна и приезжали. Волна. Волна, еще раз. Не ради килограмма, потому что рыба через три часа, когда будет взвешенной, скорее всего уже 25 грамм этих потеряет. Ну, с этим вопрос закрыт. Как бы, давай по-райну формулировать то, что произошло. На этих руках худеющую рыбу и близкие сектора, как бы. Как бы, получается, что им дают форму. Ну, так и, не знаю, надо как-то, ну, допустим, тем, кто не русскоязычный или как, ну, объяснять, что не надо карпа тащить по земле, когда вываживают. То есть, ну, надо же как-то, ну, как-то объяснять, есть какие-то правила, то есть беречь рыбу. То есть, ну, пускай уже кладут на землю, ладно уже. Ну, не надо же его вытаскивать по земле. Это как бы тоже не очень хорошо. Ну, а что вы только сейчас? Ну, что мы будем, бежать за видеокамерой и все снимать? Ну, надо все снимать. Вы могли просто сообщить, судя, когда приходили, скажите, судя, вот, вы будете увешивать, объясните, пожалуйста, когда там, что так же надо. Ну, сейчас вы объясните, и они объясняют. Ну, писали, я не объясню. Как сказал, мы сейчас флорин, ты на нас не прибежайся. Нет, 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 просто они, наверное, просто не знают, что так нельзя обращаться. То есть, мы же претензии к ним не предъявляем. Просто, как бы, нужно к гробе немножко бережно относиться. Я не согласен с вами по причине того, что и флорин, и Василий участвовали уже не один раз в нашей стране. Ну, просто можно... И такие вещи, как бы, они должны были бы знать, хотя бы глядя на соседей. Андрей, давай будем откровенными. Кто хоть раз, давай скажем, какой процент из находящихся здесь прочитал правила от А до Я? Ты. Ну, я, ну, я. Я говорю, какой процент? Да, Натальичка. Я даже скажу тебе, я знаю чётко, кто читает правила, кроме тебя. Это Миша у нас. Вот он реально у нас только там находились правила всяких затыклах, которые остались на одни противоречия другому. Потому что добавлялись какие-то пункты. Но при этом, так как правило на пять страниц, то, соответственно, там где-то в каком-то другом месте то же самое было отвечено. И оно как бы, ну, совсем не совпадало одно с другим. И я благодарен. Потому что, ну, понятное дело, как бы, я когда их читаю, вроде бы как я их читаю, наверное, в какой-то момент уже теряется вот эта, как сказать, логика. Я просто читаю, как текст, не пытаясь понять, где же они соответствуют. Если бы мне не было что-то тыкать пальцем. Вот сейчас, правильно, я ребятам сказал, на форуме написал, что там жалоба была, где тут таблица на форум. Ну, потому что, да, на фейсбук поставили, в группе послали, а на форум забыли. Я говорю, а как я об этом узнаю, что я забыл? Если я забыл, то я забыл. Если мне об этом не сказать, я и не вспомню. Поэтому я написал конкретно, что если вы видите, что к определенному времени, к часу дня, правил таблицы на форуме нет. Это не сообщение. На WhatsApp, на Facebook. Потому что на форум захотите читать. Вот пришло сообщение. Я тут же, опа, точно. Про форум забыл. Офигнюю раз. Пошел, послал это. Все. Мы же критику это принимаем. У нас нет претензий абсолютно. Мы же не критикуем претензий никаких. Ну, просто, допустим, правила должны быть для всех одинаковые. И ташими крэби тоже должны быть для всех одинаковые. Вот и все. Нет, ну, правила спортивной рыбалки, это правила спортивной рыбалки. Тут нет никаких вообще, не должно быть даже рыба во главе всего. Ну, правильно. Рыба во главе всего. То, что произошло вчера, это было из ряда вон выходящее, да? Как бы несправедливо к другим командам. Совершенно не только к нам, то есть, как бы, ладно, но... Мы не говорим про нас. Мы просто не говорим. Просто, например, но у них там пульсик был за килограмм, они взвесили на кухонных весах его. И, зная, что он там может потерять вес, и побежали к судям, чтобы пришли и взвешивали. Судя пришли и взвешивали. То есть, ни волны, ничего, ничего не было. Из командовиков точно такие же ситуации. Ну, то есть, а сейчас... А при нынешней ловле, там, вес килограмм... 100 грамм, да? Да. За счет на рыбу всего выкидывает. То есть, ребята там на западном берегу, ну, что, сейчас позвонят, ну, и так далее. То есть, даже не надо на западном берегу. Тоже Цуэлон позвонит, и то-то самое будет. Ну, я же помню, когда, что были у вас ситуации, были чуть ли не с драками, когда судья отказывались идти взвешивать по поведению. Если волна, если... А потом, на Седневзвешнер, пограничник оказывался ниже, чем зачетный. Там были жуткие скандалы, что вот эти бы пришли тогда, когда вам сказали... А зачем? Если в правилах четко прописано? Не, ну, на их весах эта рыба весила, скажем, килограмм. Ну, хорошо. Все великолепно? Да. Да. То есть, как бы... Мы же предлагали, правильно, весы сравнить на открытии. Мы же сказали, что вот лежат наши весы судейские, возьмите ваши, сравните... Судейские весы, судейские весы, неважно. Неважно. Это не имеет никакого значения. Я не про это. Андрей, ну, все же понимают, что рыба теряет вес, и с этим никак нельзя бороться, да? Ну, должны быть все просто в одинаковых условиях. Ну, все должны быть в равных условиях, что если взвешивание в девять, значит, она в девять для всех. Мы тоже взвешивали рыбу, она была больше килограмма. Пока судьи пришли. Если вечернее взвешивание в пять, значит, она в пять для всех. И все в одинаковых условиях. Если взяли этого тузика, то все находятся в одинаковых условиях. А если люди берут этого тузика в двенадцать и понимают, что, скорее всего, эта рыба уже будет не в зачете, это, получается, несправедливость с другим командам. Ты прав. Мы принимаем эту тузику. И, нельзя сказать, что мы этот вопрос обсудили. Потому что, ты же понимаешь, иногда килограмм – это несколько ступенек в таблице. Я знаю, да. Мы чисто за справедливость не бороться. Чтобы было правильно, по сути. Я про весы не то, что в весы в судейском сфере. Просто, если, скажем, ты видишь, что твои весы показывают, например, 50 грамм меньше, чем в весы. Это написано в правилах. При предъявлении рыбы, судя, меньше зачетного веса, команда страхуется. Предупреждение. Первый раз. Такие предупреждения. Каждый раз есть предупреждения. Так не надо сделать просто. Не надо, чтобы, допустим, команда кидала еще подряд рыбу. Предупреждение будет. Когда вы последний раз давали предупреждение? Будет предупреждение. Команда будет что-то делать не будет. Скажи, да? Ну, смотри. Я этого не делаю. По причине того, что я не хожу по секторам. Я реально не взвешиваю рыбу. Я не нахожу… И судьи этого не делают, скорее всего, по причине, о которой мы говорили ранее, да? Какой процент читал правила от А до Я? Да. Включая судей. Если мы будем говорить про зарубежные всякие соревнования, там судьи не дипломированы. Как они? С категориями. Ну, у нас пока, к сожалению, нет категориевности. Ну, не важно, но надо знать элементарное правило. Что имеют, что не имеют. Миша знает правила. И Лацкий знает правила. Миша не сидит сущим по всему Кейнеру-то одновременно, да? Ну, мы хочу отношение к ребятам личное, хорошее. И не всегда хочется… Понимаешь, это спорт. Тут нет отношений, здесь спорт. После соревнования будем обниматься и целоваться, да? Очень тяжело, тяжело. Ты же помнишь, как на чемпионатах мира? До старта все держатся отдаленно, потому что это старт. А после финиша все обнимаются и целуются. Да. Это спорт. Тут ничего не поделаешь. Ты прав, да. Как бы дружбу нужно… Дружба, она во время соревнований… Ты же понимаешь, да? Так что, если будут бежать два друга на беговой по 100-метровку, один другому ступит, потому что они друзья… Вот можете снимать. Нет, этого не произойдет. Это у меня… Это я снимал еще… Ну, это ладно, это как бы мы не претензии… То есть, нормально… Я не… Вы не претензии, но это не нашел, что это осадочек остался. Такой вытащил… Вы взяли сетры такой, ну, все, с этого смириться. И работать так, что… Из того, что есть. Да, у нас есть некоторые сложности, потому что тут нам мешают… Ну, мы с этим боремся… Мы с этим боремся? Мы с этим боремся, как боже. Да, мы не можем кинуть на ту сторону кинеры, на хукок оснастку, например… Ну, мы как можем… Есть вещи, которые даны и которые… Да, мы как можем… Ты не исходишь из того, что у тебя есть… Да, из того, что… Из трех физических возможностей… Из всего, то есть, как бы… Мы нормально, то есть, к этому относимся… Ну, что же, ребята… Записались, записались мы на курсы вытягивания секторов… Вот, нас записали… Главный тренер… Главный тренер «Израиль» объяснил, как надо делать… Нет, не объяснил, он сказал, что объяснил… Да, объяснил на курсы… На курсы… То есть, мы записались на курсы… И… Василий записался заранее на следующую добровольную бригаду по разбивке… Ну, вот, если бы он был в этой бригаде, другие там не было в списке точно… Ну… Сложно его… Я сказал, Василий, хорошо, нет проблем… Как бы, отрицать мы все прекрасно умеем… Ты вот говоришь, что Дугит надо убирать… Давай альтернативу… Ну, мы же… Я не знаю… Вытерте поумной… Я говорю, так, секундочку… Так не работает… Дело не… Как бы… На Дугите неоднократно были чемпионские сектора… Он даже… Вот это вот… Этот кусок известный… По большому счету… Я сам лично на этом куске… Как бы… Дело не в этом, да… Дело не в этом… Но… Это по… Есть куча факторов… Есть дано… И не дано… А учитывая, что заранее… Когда ты назначаешь даты соревнований… Ты не можешь знать, что будет за погода… То есть ты уже… У тебя уже в этом… Тут переменных… Есть одна переменная… Которую ты никаким образом заполнить не можешь… Пока не придешь прямо в соревнования… Там, за три дня, одну нить… Ты знаешь… И дальше что… Переноси соревнования… Из-за того, что ты знаешь, что будет солнечная погода… Нет… Здесь не вопрос… Ты можешь предполагать… Что… В это время года… Обычно… Хорошо работают какие-то… Такие-то глубины… И ты… Как бы… В этот раз… Как бы… Глубины равнозначны… Ну смотри… У этих… У них там три метра… Они говорят… Андрей… Есть три, четыре, пять метров… А есть когда разница… У нас были времена… Три метра… И двенадцать метров… Да… Здесь уже серьезный пар… Понимаешь… Когда идет разница… Четыре, плюс-минус туда… Метр… Это одинаковое условие… Согласен… Для Кенерета… Это одинаковое условие… Они подобрали… Когда… Когда… Когда мы говорим о четырех метрах… И двенадцати метрах… Тут уже серьезная разница… Сектора принцип все равноценный… Да… Есть приоритет каких-то… Одних… И других тут нормально… Это нормально… Это всегда… Не знаешь какой номер выйдет… Нет… Это нормально… Здесь и дуги должен быть… На соревнованиях обязательно… И цейлоны… И там… И шизаф… И шизаф… Сколько раз нам давал хороший результат… Вот… Все должно быть… Они все равноценные… Просто там уже кто будет… Вытащить зрепие… Вытащить зрепие… И этот… И этот сектор будет… Да… Вот допустим… Водокачка… Мы знаем прекрасно что это… Великолепный сектор… Ну… Есть те кто разбирается там и не ловит… А есть те кто не разбирается и ловит… Там не могут… Мало вытащить… Надо еще понять… Что ты попал в хороший сектор… И понимать что там нужно сделать… Да… И вместе воспользоваться… Это две разные вещи… Водокачка… Это… Хукок… Нет… Шизаф… Шизаф… А… Да… Водокачка там где кубок выиграли… Да… Стасик… Привет… Чех который был на водокачке… Стасик… Разобрали… Вот тебе живой пример… Прошлый год это… Разобрались… За твоей спиной был чемпионским… Да… Да… То есть… Одни разобрались… Выиграли… Другие не разобрались… И не могут там дальше ловить рыбу… Все просто… Ладно ребята… Спасибо… Да… Спасибо вам… Вам надо кормить… Времени осталось мало… Поэтому… Машите всем ручкой… Всем до свидания… Спасибо вам… Спасибо вам…